Меня зовут Марни. Я расскажу тебе все маленькие грязные секреты, которые тебе нужно знать, чтобы ты могла получить женщин, которых хочешь. У нас есть минутка, чтобы поговорить о скромности. Если говорить более конкретно, то мы хотим выяснить, почему многие женщины не хотят ехать на юг. Не пойми меня неправильно, многим женщинам нравится делать тебе минет и удовлетворять мужчину. Но есть небольшие вещи, которые ты можешь сделать, чтобы ее опыт был почти таким же замечательным, как у тебя. Вот краткое описание некоторых наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются женщины, когда делают минет, и как помочь им или даже устранить их. Скорее всего, неожатие челюстей, кашель и слезящиеся глаза, кто кого-то возбуждает. Чтобы избежать подобных ощущений, большинство женщин предпочитают позу, в которой они могут стоять на коленях и контролировать интенсивность и скорость. Позаботься о том, чтобы ей было максимально комфортно. Если это займет у тебя целую вечность, у нее будут проблемы с челюстью и дыханием. Начни с ее рук и только на короткое время переходи к ее рту. Выплюнуть или проглотить не самый романтичный разговор, но это тот, который тебе, вероятно, стоит вести до 5 минут до начала представления. Если ты заговоришь об этих вещах, когда дело уже пошло, это только усугубит ее стресс, заставит чувствовать себя неловко и неуютно. В то время как некоторые женщины не беспокоятся о том, чтобы проглотить сперму, некоторым действительно важно, какова она на вкус. И хотя нет никаких веских доказательств, считается, что употребление киви, арбуза, сельдерея и ананаса улучшает вкус спермы. Ягоды и фрукты увеличивают ваши шансы на приятные, даже сладкие ощущения. Держитесь подальше от пива и кофе, если не хотите получить горький привкус, а также от молочных продуктов, мяса и рыбы. Высокий уровень бактерий, в которых может привести к неприятному послевкусию. Ладно, раз уж мы заговорили о вкусах, то кажется, это должно быть само собой разумеющимся. Но точно так же, как она не хочет уткнуться лицом тебе в подмышку после того, как ты вернешься домой с пробежки, она, вероятно, не хочет приставать к тебе. Давно не принимала душ. Смотри, куда ты кладешь свои руки. Для многих женщин может ассоциироваться с чувством беспомощности. И поэтому, когда вы кладете руки им на голову и прикладываете силу, это может вызвать напряжение. Ты же не хочешь, чтобы неуверенная в себе нервная женщина вцепилась в тебя зубами, верно? Суть в том, что некоторые женщины просто не любят или не хотят уступать. Так что постарайся сделать этот акт максимально приятным. Не забывай, прими душ, выпей мятные ананасовые соки и прикажи своим рукам вести себя прилично.